Всем привет, с вами Ликтофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Bloons TD Battles 2. Из предыдущего видео уже прошло дня 3, я поиграл в эту игру, посмотрел что да как, как видите я даже смог победить, что аж накопил 34 кубка, ну у меня даже было больше 35 где-то максимум, и теперь я уже на арене белая пустошь, как раз таки прикольно, поначалу мы были на лагере красных шаров, и самый крутой это у нас конечно же зал мастеров, в который я как раз хочу когда-нибудь попасть, чтобы получить ну вот эту вот фигню, просто надо получить не менее 100 наград, чтобы войти в зал мастеров и тут посмотреть что да как. Мне действительно это интересно, время еще есть, но единственный минус в том, что надо будет очень сильно прокачивать обезьян. Несмотря на то, несмотря на то, что я уже как бы много поиграл в эту игру, у меня самое крутое, ну строение это конечно шпилькомет, мне кажется как у всех, что это самое пока что крутое строение на начальном этапе игры как минимум, она у меня уже довольно таки неплохо таки прокачена, здесь наверно буду копить на зону шпиля какую-нибудь, очень полезная, и также я очень много играю на маге, обезьяна маг, ой не туда, то есть она у меня тоже уже неплохо прокачена, тут до некроманта, а некромант тут очень крутой, он очень полезен, поэтому я его постоянно вкачиваю. Также я вот начал думать над обезьяной ниндзя, стараться вот ему что-нибудь вкачать, но для этого также надо очень много опыта, поэтому будем смотреть. А так все у меня уже куплены, обезьяны, строение, к счастью. Еще я вам хочу показать один прикол, в том, что мне какой-то могучий сундук выпал, вообще не знаю как он мне выпал и за что, но для него надо аж 150 таких жетонов, я пока только 126 накопил, если что, то может быть даже успею его открыть в этой серии, если нет, то может быть потом уже поставлю на паузу, чтобы докопить и потом как бы вам показать, что да как, так много слов потом. Так, мне устраивает эта карта, я выбрал Квинси, с деревни я не хочу быть, я хочу взять нашего ниндзя и в принципе мы готовы, как мне кажется, она мне насмешку использовал, а я не успел. Как так можно? За что она давно смеется-то? Должна быть честная игра. Так, и что да как, что да как, элит монстр, мастер, элитный мастер, ничего себе против кого мы играем. Давайте попробуем победить нашего элитного мастера, точнее как не нашего. Блин, вы посмотрите, тут зашло до того, что люди уже реально одинаково ставят с самого начала. Так, я буду сразу же ставить синие шары, так как они больше нам будут приносить денег, то есть под шарами вот эта вот зеленая цифра это то, сколько они нам будут приносить денег. Так, давайте тут немного прокачаем и будем смотреть что да как. Вот, пока все нормально идет, будем идти дальше в том же темпе. Если поначалу, когда у меня еще было мало кубков, то очень было легко победить где-то на одиннадцатом раунде, потому что примерно на одиннадцатом раунде очень сильно ускоряется отправка шаров. То есть их становится безумно много и безумно быстро они начинают идти. И как раз таки зачастую соперник этого может не ожидать, он такой бац и все и проигрывает. Но здесь сейчас немного по-другому все работает на таких кубках как я. Тут уже в основном люди ждут двадцать шестого раунда. На двадцать шестом раунде у нас появляется как раз таки этот дирижабль свинцовый камуфлированный, который очень быстрый. И с прокачкой обезьян, которая есть у нас сейчас, почти никто с ним не может справиться. Вот сколько я не видел, никто не может справиться, в том числе и я. Поэтому вот знаете, кто быстрее накопит, кто быстрее отправит, тот в основном и побеждает. То есть тут вот так вот все работает. Такие вот правила. Ну что поделать, пока идем. Так, сейчас у нас шпилькомет пока совсем справляется. Будем продолжать отправлять желтые шары. Не знаю почему он не синий отправляет, по мне это же не выгодно. Или я чего-то не понимаю. Ну да ладно. Может быть выгодно, может быть и нет. Но в любом случае я пока коплю деньги. Сейчас буду белые ему отправлять шары. Потому что белые нам уже будут приносить по два и стоить они всего будут на пять дороже, чем те же самые синие. Он уже прокачал до этого. Офигеть. Зачем? До форсажа? Я же забыл, как называется эта прокачка. Ну конечно я понимаю, она очень эффективна, но в самом начале ее уже делать. Это конечно интересно. Посмотрим к чему она приведет у него. Так. А он до сих пор мне синий отсылает. Представляете? Что-то может быть стоит действительно посмотреть видео по этой игре. Я на самом деле так и не смотрел ни одного видео. Не просто как-то знаете, я хотел самому что-то понимать, что-то новое узнавать. Вот сюда я обычно ставлю мага. Сначала его прокачиваю на две... Ну, на две прокачки посередине. Это делают огненную стену. А огненная стена здесь очень полезна. Как вы видите, он тут сразу же перехватывает две линии. Ой-ой-ой, у нас чуть пройдет. Ну да ладно. Не страшно. Мы все-таки не корову проигрываем. Как у меня в семье любят говорить некоторым людям. Так. Восьмой раунд у нас идет. То есть конечно обидно, знаете, что у нас чуть прошло, потому что если мы победим, мы не получим дополнительные жетоны. Потому что там есть жетон типа за первую кровь. Ой, чуть не продал. Так, я прокачал некроманта. Некромант очень нам полезен. А вы смотрите, он мне перестал что-либо отсылать. Значит он копит на что-то. Правда на что мне интересно. Все равно я считаю, для него это как минус. Потому что он не получает дополнительный доход. То есть все, у него нет прям такого. Так, давайте вот так вот сделаю. Вот нашего героя поставлю. Так, все, теперь вот прокачил и попробуем посмотрим, что у нас тут получится. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Просто ему отсылаем, отсылаем. Он видимо не был готов к этому. Ну чуть-чуть жизни он потерял. Ладно. Ему действительно спасло этот скилл, который его усиливает. По звуку как будто что-то продалось. Я не понял что. Ну да ладно. Так. Давайте еще подкидываем ему. Теперь он лучше справляется. Потому что тут и баф есть и все. Но теперь мы будем так же идти по заработку. У нас не вышло. Как бы стоило попробовать. Не судьба. Идем дальше. Купим деньги. Потому что как вы видите, действительно очень многие уже готовы тут ко всему. И я вот не знаю, на что у него химики прокачены. Могут ли они проявлять свинец? Давайте проверим. А, ну тут же свинец есть. Да, они справляются с ним. Но будем знать. Так. Доход у нас уже очень даже хороший. 1200 это уже очень даже неплохо. Как по мне, по крайней мере. Мне кажется, у нас он 100% больше, чем у нашего соперника. У соперника может быть где-то 1000. Если не меньше. Потому что он очень много денег тратит на свои прокачки. На свои строения. Вот это вот все. Я так думаю, что мы сейчас, наверное, будем ставить пару обезьян-ниндзя. Чтобы у нас хоть какой-то опыт для них шел. Минус в том, что как бы в Blunt's TD Battles действительно намного тяжелее прокачивать опыт для обезьян. Нежели чем в обычной игре. Там ты можешь, ну, просто ставить и ставить. Экспериментировать. А тут-то тебе прям, ну, мало очень дается. А проблем возникает очень даже много. Так. Как он много алхимиков ставит, однако. Не знаю, может быть, это хорошая тактика или нет. Посмотрим. В любом случае, время покажет. Так. Теперь буду черные отправлять. Потом черные стоят на 15 дороже. Но при этом они уже дают по 3. По 3 дохода. Ой, смотрите, кого он отправил нам. Так, давайте тут форсаж прокачивать. Вот этот скилл качаем. И все. И, в принципе, вообще не было каких-то сложностей. Я же даже не заметил, как я другой шар отправлял. Ну, вместо того, которого хотел. Так. Он поставил Квинси и удалил его. Бедный Квинси. За что так с ним? Тем временем у нас уже 19 раунд. То есть, до появления этого черного дирижабля остается всего 7 раундов. А он стоит 2 500. И как раз таки, когда его ставишь, доход уменьшается на 200. 200 это как-то и не много, и не мало, знаете, тут непонятно. Так. И тут немного прокачаем нашего ниндзя. Чтобы опыта больше шло. Он же еще так станет может, к счастью. Что очень даже хорошо для нас будет. Так, тут еще можно фрассаж поставить. Так. Идем пока дальше. 22 раунд. Наш прям противник, вот знаете, нормально идет. Хорошо. Конечно, он, как и я, облажался в самом начале. Но сейчас вот все действительно у него неплохо. И он мне опять-таки ничего не отсылает. Может быть, он на что-то мне копит. Мне кажется, он мне потом хочет зеленых отослать. Просто если он уже копит на черного, то это очень странно. Типа, нафига уже на него копить? Да ладно. У него все в алхимиках. Это ужас какой-то. Я просто смотрю и немного удивляюсь этому. Так. Давай тут еще поставим. Еще где-нибудь. Сюда бы я еще хотел поставить. Чтобы были на всякий случай они у нас. Денег у нас все равно? Очень даже немало. На 26 раунде, если он нам отправит, то мы, конечно же, с ними не справимся. Это прям 100% информация. Можете мне довериться. В этом плане, конечно же. Единственное, что... О, смотрите, а мне на чем что-то отсылать. Я хочу на 25 раунде отправить ему двух вот этих вот зеленых. Посмотреть, как он пока будет с ними справляться. Пока он будет с ними справляться, у меня накопятся деньги на... На черных несколько. И когда только начнет 26 раунд, я там сразу же... Как использую, все. Потому что, посмотрите, он действительно сейчас вообще все нормально идет. Ой-ой-ой. Что так... Почему так залагало? Алло-алло. Музыка идет. А все остальное нет. Ой, какой-то звук услышал. Что же это такое? И что у нас будет? Что же такое? Алло. Только... Ну, это не у меня проблема. Мне с интернетом точно все хорошо. Ай. А с чем же тут тогда вообще это может произойти? Ну, как я понимаю, это после какого-то тут такого взрыва нереального. Но обычно в такие моменты просто... Как бы у человека компьютер лагает, и игра вылетает. А тут... А тут что-то непонятное. Повторное подключение вылезло. Неужто это у меня? Я не верю. Произошла сетевая ошибка. Исправить которую не удалось. Проверить в связи с интернетом. Спасибо. То есть, вы понимаете, самое прикольное в том, что это не у меня была проблема. Да-да-да, нам еще тут минусанули все. Ну, спасибо. Потому что если бы у меня была проблема с интернетом, у меня бы все вылетело. У меня бы стим бы вылетел просто. Он у меня до сих пор работает. Все нормально. Я даже на телефоне открыл браузер. Все загружается. Да пипец. Как так? Так. Ладно, давайте пробуем эту игру. Точнее, эту карту. Так, что бы можно было бы начинать нам еще прокачивать? Давайте по приколу это поставим. Обезьяна Аз все-таки топовая. Хотя денег для нее очень надо много. А тут всего можно выбрать 3 обезьяны. 3 обезьяны это, ну, вообще, например, обезьяна Аз, банановая фирма и деревня, и что, все. А тут с ними нормально так вот не сделать. То есть тут без шпилькомета, как по мне, вообще не обойтись в самом начале. Это тут как самая лучшая постройка, строение в этой игре на данный момент. Без него никуда. Никому никуда, причем. Так обидно. Вот, знаете, вы только что проиграли. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли у вас такое. Или это только я такой везунчик, при этом у меня, наверное... Я пока еще сегодня играл, у меня такого не случалось. На сегодняшний день. Но где-то вчера или позавчера я играл, у меня такое было раза 3-4. Это было очень обидно. Но, правда, тогда у меня, к счастью, было еще меньше 20 кубков. То есть я бы еще тогда не минусанулся. И тогда мне было не... Ну, как-то все равно, знаете. Типа, разницы никакой нету. А сейчас я понимаю, что я потерял кубок из-за этого. Из-за того, что там что-то у них не пошло. Я-то тут причем, как бы, я использую все то, что позволяет играм. Я, конечно, понимаю, у нее только первые версии. Когда мы скачивали, она вот... Ну, точнее, когда я только скачал, она была вообще в версии. Там что-то... 1-0-1. Сейчас она уже 1-0-2. То есть что-то на нее довышло дополнительное. Это, конечно, прикольно. Будем вот смотреть дальше. Снизу был шары дальше отправлять. Что я совсем... Конечно. Ага. Так. Вроде бы пока что справляемся. Ну, на самом деле, можно было, конечно, тут поставить взяномага. Быстро... А, теперь надо уже белый, наверное, шары отправлять. Куда он огонь ставит? А, блин, он как-то криво ставит. Надеюсь, что он все равно будет задевать все, что нам надо. Так. Так же бы я нам уже поставил эту взяну ас. Чтобы копилось у нее там все. Чтобы хоть какой-то урон она-то наносила. Так. Вот так вот нам надо. И вот так вот. Центральный путь. Еще бы нам, конечно, на одну вниз прокачать. Тогда... Там же автонаводка. Автонаводка это очень круто. А наш противник дротикометчика использует. Интересно. Я его еще, кстати, ни разу не видел в этой игре. Ну, прикольно. Прикольно. Почему бы нет? Девятый раунд у нас уже становится опасно постепенно. Потому что раунды не стоят на месте. Так. Тут добавим. Тут еще можно добавить. Так. Надо быстренько отправить, чтобы у нас все-таки все было нормально. Так. Теперь немного денег покопим. А для нас-то, кстати, посмотрите. Щит еще урон нанесла. Так. Я тут поставил. Да. Все-таки тут отсылается помногу. Блин. Из-за того, что он использовал эту свою степер-силу, у него получилось немного задефать. Ой. Сразу же пошел прокачиваться. Вы посмотрите на него. Что за человек такой. А если так мы сделаем, слушайте. Ой. А он-то мне что-то слал, а это не заметил. Блин. Вот это надо было ему отсылать. Да. А я так сейчас на это внимание обратил. Ой. Первую кровь сделали. Ну, хоть что-то. Слушайте, что-то нам тут не везет. Что-то нас тут не любят. В этой игре. Ну, мы посмотрим. Сейчас будет еще одна игра. Хочу добавить что-то новое. Что еще не было. Так. Карту я хочу поменять. Ладно. Давайте эту. Еще нам не впервой на ней играть. Так. Выбираем деревню. И давайте отправляемся в бой. Будем смотреть что-то как. Надеюсь, что все будет хорошо. Что-то варит, что-то варит. I never miss. Так. Ставим, конечно, мы вот сюда наш шпилькомет. Прокачаем тут на два раза. И все. Отправляем шары в ответ. Не знаю, задыхает ли у него одна Гвендолин все это. Потому что, как по мне, это все очень даже тяжело. Да, он шпилькомет добавил. Но этого следовало ожидать. Так. Все отправляем у синие. Потому что синие будут давать нам больше денег. Одну и три. Даже. Хотя стоят они сейчас все одинаково. Так же, как и зеленая стоит также 15. Но она будет давать по одной-две монете. Что у нас, как бы, получается меньше. Поэтому пока что ставим только синих. У них часто меняется как цена, так и то, сколько они будут давать. Поэтому главное следить и контролировать за этим. Все. Теперь отправляем желтые. Потому что, смотрите, синие. Стали стоят столько же, как и желтые. Но при этом желтые дают больше монет. То есть, это все надо контролировать. Все очень сложно. Но главное быть внимательным. И тогда все получится. То есть, нет никаких прям трудностей. Розовые шары мы не будем покупать. Так как они стоят дороже. А денег приносят столько же. А в самом начале, как бы, побеждать не вариант. Это невозможно. Так. Ставим нашего героя. Как он тут опыт копит постепенно. Так, добавляем. Во, и сейчас будем отсылать белых. Потому что белые чуть подороже стоят. Но они дают по две монетки. Поэтому все нормально сейчас у нас будет. Так. Вот еще накидаем ему. Пока что он там нормально вообще справляется. У него, в принципе, как и у нас. Расстановка. Точнее как. Башни. Героида. Шпилькомет. И все на этом. Так. Черные шары пока отправлять не буду. Чипа смысла нет. Они приносят столько же, но дороже на пять. Ничего себе. Он шпилькомет там прокачал. За 3200 уже. На том, что делать нечего. Ну, я похоже знаю, как мы его, если что, сможем победить. Так. Поставил эту деревню. Но что-то я даже не думаю. Буду ли я ей пользоваться. Так. Кстати, у нас тут трудности пошли. Блин, я не хочу. Блин, ладно, первую жизнь потеряю. Эх. Как жаль. Ну да ладно. Больше такой оплошности не... Не будет у нас. Надеюсь. Так. Фиолетовые шары, они... Типа от огненных. Точнее, иммунитет к огню и лазеру. Нет, как я помню. Но при этом они дорогие, но сразу дают 4. Ну вот я не знаю, использовать ли нам их пока что. Если смотреть по моей тактике, то нет. А, посмотрите, что он тут поставил нам. Все ясно. Продумал он этот момент все-таки. Так, сейчас у нас 10 раунд пошел. Сейчас мы немного денег покопим. До 12 раунда. И будем отправлять ему всех попало. Я так думаю, наверное, будем свинец камуфлированный ему отправлять. Так как их будет очень много. И я думаю, что одна Гвендолин, типа, не затащит их всех. Или затащит. Нет, я пока что не понимаю. Блин, затащила. Это все... Fireball. Или что она там сказала. Ладно, сейчас будем вот эти белые тогда отправлять. Белые как раз-таки очень много нам будут денег сейчас приносить. Да, только хотел попробовать радужные отправить, и они резко подорожали. Так. Ну а нам пока эти устроят, они нам очень сильно будут заработок увеличивать. В ближайшее время. Я надеюсь, что все будет нормально. Конечно, нам тоже уже пора как-нибудь прокачиваться все-таки. Потому что, мало ли, он что-нибудь нам отправит, и мы офигеем от жизни. Так. Ну пока что вроде бы ничего он такого нам не скидывает, к счастью. Он отправляет нам желтые, и вот я не знаю, выгодны ли они вообще, эти желтые шары. Потому что, если так вот проглядеться, то, по-моему, белые вполне себе и сейчас нормально. То есть, тут надо за всем следить, за всем смотреть. Что больше денег приносит, то и покупать. Потому что, в самом начале, тут победить как бы очень сложно будет. Так. Ну пока, к счастью, у нас все нормально. Мы уже получаем по 1200. Раз в несколько секунд. А это уже неплохой такие заработок. То есть, еще, может быть, до 1500 накопим. И будем что-нибудь прокачивать еще. Покупать дополнительно. То есть, теперь мы уже можем спокойно постоянно покупать белые шары. Нам их хватает на целый откат. То есть, вот так вот. Идем, идем, тыкаем без остановки. Я надеюсь, что вам не слышно будет мышку. По крайней мере, я сам ее не слышу. Но у меня параллельно еще игра. И надеюсь, что у вас будет все нормально. Из-за этого. Так. Смотрим. Немного денег уже у нас опять накопилось. У нас заработок уже даже по 1700. Раз в несколько секунд на нас он пока что никак не атакует, к счастью. Вот я даже не знаю, хорошо ли это или плохо, что он нам ничего не отсылает. Потому что... Ну нет, сейчас он начал отсылать. И мне интересно, откуда у него тогда столько денег. Раз он так жестко закупился. Так, давайте здесь прокачаем на форосаж. Потому что он будет хорошо справляться с муабами. Так, а вот здесь вот... Да, давайте еще купим на всех случаях 2. Ой. Не то купил. Ну да ладно. Так, я тоже хотел на самом деле деревню поставить. Уставить ее. А как она? Ладно, вот так вот сделаем. Если ей на одну наверху практически не радиус, да, увеличится. Все. Все нормально. Так как мы и хотели. А вот здесь вот место есть? И место здесь есть. Офигеть. Так. И может быть наверх попробуем? Да, вот это попробуем, может быть, наверх. Посмотрим, как у нас тут вообще получится. Что у нас будет выгоднее, что у нас будет лучше. Так, теперь можно вот эти шпилькометы еще попрокачивать. И опять отсылаем, чтобы больше было денег. Так, еще один тут до форсажа. Догнали. И теперь, ну все, наверное, пока не буду деньги тратить на прокачку. Буду тратить просто на шары. Чтобы на заработок увеличивался. И ждать, наверное, появления этих быстрых камуфлированных свинцовых шаров. Потому что, как я понимаю, ни я, ни он с ними не справятся. И вот единственное, знаете, на каком раунде они появляются. На 25-м? Нет, не на 25-м. Ладно, давайте тогда дальше ему отправлять. Он, видимо, по такой же тактике выжидает, слушайте. Хотя у нас, на самом деле, вот столько уже денег накопилось. Давайте ему, чтобы жизнь медом не казалась, отправим. Такое чудо. Даже два. Что у нас сейчас? Мы опять по деньгам быстренько накопим. Хорошо. Пока они будут с этими драться, мы сейчас еще накопим денег. Чтобы потом отослать посильнее уже. Вот. Так, ускоряем. Ого, слушайте, а он-то ведь справляется. Офигеть. Ну все, это победа. Ура! Так обидно, что нам одно хп снесли. Вот если бы не это, было бы вообще все замечательно. Так. Ну и даже опыт для деревни получили. Решил по приколу ее использовать. Ну, в принципе, она нам не так пригодилась. Ну да ладно. Пускай будет. Я думаю, что наконец-то после победы мы можем заканчивать это видео. Все-таки игры тут теперь у нас достаточно долгие. Где-то нам не повезло, где-то более-менее лучше. Но в любом случае, знаете, тяжело пока что играть. Именно из-за того, что как бы не могу до сих пор привыкнуть, что можем выбирать всего трех обезьян. И почти, ну, ни одна обезьяна у нас не прокачена. То есть вот это как раз-таки шпилькомет. Чуть-чуть обезьяна с дротиками. Ну, чтобы она нормально играла, вы знаете, ее надо на мастера арбалета. Как минимум меткий стрелок. А для этого тоже надо много очень опыта. Конечно, тут и других можно прокачивать, но это все очень сложно. Это все очень тяжело. Это надо будет годами. И я действительно надеюсь, что мне потом из могучего сундука выпадет что-то действительно очень крутое. Нам не хватает всего 16. Может быть я потом накоплю и вставлю это видео вам. Посмотрим, что да как у нас там будет. А на этом буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока.